Дорогие друзья, добрый день. Я рад приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшнего выпуска предстоящая IPO компании Doximity. Сегодня мы с вами рассмотрим данную компанию и поразмышляем о перспективах данного IPO. Итак, согласно регистрационному заявлению по форме S1, компания Doximity подала заявление о привлечении 500 миллионов долларов в ходе IPO своих обыкновенных акций. Компания представляет онлайн-платформу для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, а также читать последние медицинские новости и исследования. Финансовые результаты компании Doximity были впечатляющими по всем параметрам. Поэтому, на мой взгляд, данное IPO выглядит справедливо оцененным и, думаю, что заслуживает вашего внимания. Компания Doximity была основана в Сан-Франциско, штат Калифорния, чтобы помочь врачам работать более продуктивно, предоставляя им информацию и инструменты для их практики. Управление возглавляет соучредитель и генеральный директор Джеффри Тенгни, который ранее был соучредителем AppleCratis, компании по разработке мобильных медицинских справочных приложений. Компания наиболее известна своим онлайн-каталогом медицинских специалистов. Но в 2020 году компания расширилась в сфере телемедицины, запустив Doximity Dialer Video, приложение для телемедицины, которое позволяет врачам звонить пациентам по видеосвязи с любого смартфона. Клиентами компании являются медицинские организации, в частности, производители фармацевтической продукции, системы здравоохранения и медицинские рекрутинговые компании, которые приобретают подписку на маркетинговое решение, решение по найму сотрудников и решение для телемедицины. Здесь, на данной презентации, вы можете увидеть, что Doximity заявляет, что 20 из 20 топовых госпиталей и фармацевтических компаний подключены к их системе. Doximity получила не менее 81 миллиона долларов инвестиций в акционерный капитал от инвесторов, включая Emergence Capital Partners, Intervest Partners и Morgan Seller Venture Partners. Как же компания привлекает своих клиентов, пользователей? Давайте поговорим об этом. Компания стремится развивать свой бизнес с каждой практикой врача и системой здравоохранения в целом. Doximity запустила свое решение для телемедицины в 2020 году и заявила, что в 2021 финансовом году осуществила более 63 миллионов посещений для телемедицины. Это можно увидеть как раз на данном слайде. Также хочу отметить, что Doximity заявляет, что более 80% врачей в США сейчас подключены и находятся на их платформе. Расходы на продажи и маркетинг в процентных от общей выручки снизились по мере роста доходов компании. Показатель эффективности продаж и маркетинга был в полтора раза выше в последний отчетный период. Коэффициент удержания чистой выручки компании в долларовом выражении по состоянию на 31 марта 2021 года составил 153 процента, что также можете увидеть на данном слайде. Это очень выдающийся результат для такой компании. Показатель выше 100 процентов показывает, что продукт компании соответствует рынку и она эффективно прилагает усилия по продажам и маркетингу. Теперь давайте поговорим непосредственно о рынке, на котором работает компания «Эндоксимити». Для этого воспользуемся отчетом «Грэнд Ви Фресерч» за 2020 год. Согласно этому отчету, мировой рынок информационных технологий в сфере здравоохранения оценивается в 74 миллиарда долларов в 2020 году и по прогнозам достигнет 167 миллиардов долларов в 2028 году. То есть рост более чем в два раза за эти 8 лет. Это представляет собой кейгер в 10,7 процента с 2021 по 2028 год. То есть рынок растет хорошими двузначными темпами. Это, несомненно, позитивный момент для компании «Эндоксимити». Основными драйверами ожидаемого роста является растущее покрытие сети и улучшение сетевой инфраструктуры, а также повышение спроса на профилактические медицинские услуги. Кроме того, пандемия COVID-19 привела к росту спроса на возможности телездравоохранения, а также на другие удаленные технологии. К основным конкурентам компании «Эндоксимити» можно отнести такие компании, как LinkedIn, Facebook, Google, различные сайты и приложения о здоровье и различные кадровые компании в сфере здравоохранения. Давайте посмотрим, что же происходит с финансами компании «Эндоксимити». Для этого нам необходимо заглянуть в отчет. Итак, финансовые результаты компании «Эндоксимити» можно резюмировать следующим образом. Резко растущий доход. За год, заканчившийся 31 марта 2019 года, компания заработала 85 миллионов долларов. Уже в 2020 году эта цифра выросла до 116 миллионов долларов. И за год, заканчивающийся 31 марта 2021 года, выручка компании выросла до 200 миллионов долларов. То есть мы видим впечатляющий двузначный рост порядка на 75% за последний отчетный период. Учитывая, что отрасль растет на 11%, а компания растет на 75%, компания, несомненно, является одним из лидеров данного рынка. Также можно отметить увеличение валовой прибыли. В 2019 году на 31 марта она за год составила 74 миллиона, уже в 2020 году 101 миллион и в 2021 году 175 миллионов. Также можно отметить, что валовая прибыль, достаточно внушительная в относительном выражении, составляет порядка 90% от выручки. На мой взгляд, это неплохой показатель. Также можно отметить рост операционной прибыли и рост чистой прибыли. Если посмотреть чистую прибыль, то можно увидеть, что за последний год она составила 50 миллионов долларов, что составляет 25% от выручки. Несомненно, это очень хороший и выдающийся результат для компаний данного типа. Если сравнить с ближайшим конкурентом, компанией Teladoc Health, то Teladoc сейчас глубоко убыточен. По состоянию на 31 марта 2021 года у Doximity было 66 миллионов долларов наличными и 103 миллиона долларов в общей сумме обязательств. Свободный денежный поток за 12 месяцев, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 78 миллионов долларов США. Теперь давайте поговорим непосредственно об интересных деталях данного IPO. Компания Teladoc Health намеревается привлечь 500 миллионов долларов валовой выручки от продажи 19 миллионов своих акций. Также продающие акционеры предложат около 4,3 миллиона акций по предполагаемой средней цене в 21,5 доллар за акцию. Хочу акцентировать на этом внимание, что есть продающие акционеры, которые продают 4 миллиона акций. На мой взгляд, это такой небольшой негативный момент, что текущие акционеры продают часть компании. Ни один из существующих акционеров не выразил заинтересованности в приобретении акций по цене IPO. В случае успешного IPO стоимость компании составит около 3,3 миллиарда долларов. Количество акций в обращении составит примерно 13%. Как же компания собирается потратить свою выручку? Руководство заявляет, что в настоящее время мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения вместе с существующими денежными средствами и их эквивалентами для общих корпоративных целей, а также для финансирования наших стратегий роста, включая дальнейшие инвестиции в наш бизнес. То есть компания собирается использовать выручку от IPO на дальнейшее развитие компании. На мой взгляд, это, несомненно, позитивный момент для данной компании. Андерайтерами компании являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan и другие крупные инвестиционные банки. Итак, друзья, давайте подведем уже итоги. Итак, Doximity ищет финансирование на рынке для продолжения своего корпоративного роста. Финансовые показатели компании показывают резкий рост выручки, увеличение валовой прибыли, рост операционной прибыли и увеличение денежного потока от операционной деятельности. Свободный денежный поток за 12 месяцев, закончившийся 31 марта 2021 года, составил впечатляющие 78 миллионов долларов. Расходы на продажи маркетинга в процентах от общей выручки снизились по мере увеличения выручки. Показатель эффективности продаж и маркетинга за последний отчетный период увеличился в полтора раза. Рыночные возможности компании на гораздо более крупном рынке IT в сфере здравоохранения довольно велики и ожидаются, что в предстоящий период они будут расти высокими темпами в 10%. Поэтому компания демонстрирует положительную отраслевую динамику в свою пользу. Что касается сравнения с конкурентами, то ближайший конкурент компании Teladoc Health оценивается по примерно похожим мультипликаторам, но в то же время Teladoc Health является глубоко убыточным, а компания Doximity уже показывает стабильную прибыль, притом довольно высокую в относительном выражении. Net margin составляет 25%. Компания Doximity создала привлекательную платформу и относительно недавний запуск ее решения телемедицины оказался успешным, чему способствовала пандемия. Финансовые результаты компании являются впечатляющими по всем параметрам. Поэтому, на мой взгляд, данное IPO выглядит справедливо оцененным и заслуживает внимания. Я в данном IPO буду участвовать, ожидаю аллокацию не более 15%. Хочу отметить некоторые негативные моменты данного IPO. Это продающие акционеры в размере 4,3 миллиона акций. Также хочу отметить, что компания работает все-таки на высококонкурентном рынке. У нее много конкурентов. К таким конкурентам можно отнести как непосредственные компании, которые занимаются в области телемедицины, допустим, Teladoc Health. Также какие-то рекрутинговые компании, например, такие как LinkedIn. Также можно отнести к ее конкурентам технологических гигантов. Если в какой-то момент компании Facebook, Google захотят запустить свои решения по телемедицине, и это может сильно ударить по компании Doximity. Но, тем не менее, есть позитивные моменты, такие как внушительный рост выручки компании на 75% год к году, что превышает в 7 раз темпы роста рынка IT в сфере здравоохранения. Также хочу отметить, что, несомненно, позитивный момент – то, что компания Doximity уже вышла на прибыль и, так сказать, может приносить непосредственно своим акционерам деньги, а не просто их прожигать в своем развитии. На мой взгляд, данное IPO может быть весьма успешным, возможно, одной из самых успешных на следующей неделе. Конечно, оно менее технологичное, чем компания Confluent, но, тем не менее, компания уже зарабатывает деньги в отличие от Confluent. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я желаю вам удачных торгов. До встречи, друзья!